Приветствую вас, Полина. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Вы пишите, что вам очень нужна помощь. И вы пишите, что думаете о причинах невозможности отказать своей маме. Собственно, как и всё нужна вам помощь, вы не говорите. Собственно, о том, как вы видите помощь психологов, вы не говорите тоже. И вкладывая не очень. Пока что понятно, в каком направлении вы хотите двигаться. Именно в контексте психологического продвижения, именно в контексте психологического консультирования, например. Соответственно, если мы говорим про работу. Значит, я думаю, что причины основных причин, по которым вы не смогли маме отказать. Несколько. Я так, по крайней мере, думаю. Первая причина – это значение и важность для вас того, о чем вы говорите. Чем человеку важнее то, чего он хочет и то, к чему он стремится. Чем человек более объективен в этом, тем человек более уязвим в этом. Чем человека легче сбить. Хотя, казалось бы, это его мечта. Хотя, казалось бы, это то, чего человек хочет, но нет. Довольно легко сбивать человек со своего пути. Таким образом. Это первое. Второе – это значение для вас мамы и достаточно чётко проглядывающий момент комплекса отличницы у вас. Дело в том, что комплекс отличницы и отличника по сути своей является следствием того, что от человека чего-то ждут. Чего-то, да, от человека, ну, есть какие-то требования. И вы, как мне кажется, именно этим и занимались. Вы занимались всю свою жизнь, скорее всего, именно тем, что пытались и, может быть, пытаетесь до сих пор. Реализовать требования вашей мамы. Вы пытаетесь, что называется, ей угодить. Не сказать особо, что это получается, потому что в этом, в этом, может быть, есть и угостая это, может быть, но угостая вы теряете что-то важное. А именно вы теряете саму себя. И вот это то, чего, мне кажется, вы не замечаете. То есть вы не замечаете того, как пытаясь реализовать требования вашей мамы, вы теряете себя. Пытаясь, как бы, заслужить, ну, что-то, что можно было бы назвать одобрением. Вы хотите одобрением своей мамы, вы привыкли это одобрением своей мамы получать. И вам сложно опираться на вашу машину. Косвенно это подтверждается тем, что вы говорите про поддержку. Ну, про необходимость поддержки выговорить. Вот. И вот эта вот необходимость поддержки, на мой взгляд, является очень важным аспектом. Ну, вот имеется в виду то, что вы нуждаетесь в поддержке. То, что вы нуждаетесь в энергии извне. Этот факт свидетельствует о том, что на себя полагаться вы либо не привыкли, либо вам сложно, либо в глубине души вы считаете это чем-то неправильным, опираться на себя чем-то плохим, чем-то вредным. Собственно, вот ключевой момент, ключик к ответу на вопрос. Почему так случилось? А, точнее, как так случилось? Потому что, как было бы правильно? Я думаю, лежат в следующем ключике. Первое, это из какого чувства вы согласились на то, что говорила вам ваша мама. Я думаю, что в какой-то момент вы решили, что мама знает лучше вас. Это первое. И второе, это значимость этой самой мечты. Дело в том, что по вашему описанию получается, что все, что вас интересовало, это не только то, чем вы занимаетесь, сколько некий статус, некоторая статусность, некоторый успех, некоторая успешность. И это очень сильно способно развернуть человека от его самого, от его жизни, от его истинности, от его чувств, от его желаний. От, так или иначе, от него самого. И мне кажется, что одним из ключевых моментов является именно это. Именно то, что вы ориентированы исключительно на успех, на желание доказать, что вы достойны. На желание быть успешным, на вот такую, ну, необходимость для вас, по вашему мнению, быть успешным и так далее. Это крайне важный момент для вас, как мне кажется. Момент, которому вы, на мой взгляд, уделяете мало внимания, ну, просто не привыкли, может быть, уделять этому внимание больше. Тем не менее, ситуация остается такой. Ситуация остается именно в таком состоянии. Соответственно, переориентирование в вашем, того, о чем я сейчас говорил, в большей степени на себя, переориентирование того, о чем я говорил, на свои чувства. Вот, эмоциональная сепарация от мамы, самостоятельность, допускание собственных ошибок, с вашей, в том числе, стороны, на мой взгляд, является именно тем самым, что могло бы позволить вам из этого состояния выйти. Конечно, при условии, если это ваше состояние не является каким-то достаточно серьезным, может быть, даже патологичным, то есть, ну, вот, в случае, если ваше состояние такое не является серьезным. Вот, вы говорите, что вы пьете антидепрессанты, вот, это достаточно серьезно, не совсем не понятно, пьете ли вы их по назначению врача, или пьете вы их, потому что сами так решили, ну, тем не менее. Смотрите, давайте теперь разберем ваш текст. Мне очень нужна ваша помощь, ну, соответственно, в чем и как. Мне 26 лет, пишете вы. Какое значение для вас имеет возраст? Вследствие, я была очень самостоятельной, собранной, ответственной, талантливой. Это характеристика человека, который совершенно или практически невнимателен к своим чувствам, с одной стороны. С другой стороны, самостоятельность не состыковывается с тем, что вы пишете дальше. Закончила музыкалку, художественную студию, театр моды и многое другое. Вот это и является проблемой, многое другое. Все, но в то же время, ничего. В школе очень хорошо училась, выпускалась с медалью. Вопрос в том, какая вы, какая, какая вы были, когда учились и выпускались. Поступила в высшую школу экономику, уехала в Питер, сама я из Саратова. Опять же, зачем поступили? Училась 6 лет, было тяжело морально, так как поддержки не было, но я справился. В чем моральная тяжесть. Год работала в Москве. Во время пандемии вернулась в родной город, встретила мужчину. Ему нужен был ассоцент, мне работа. Он иностранец, я мечтала об этом. Почему? Почему вы об этом мечтали? Мама была против того, чтоб я возвращалась в Саратов, так как город у нас не актив. А мне очень хотелось. И как-то вы вот решили проигнорировать то, что вам хотелось. Зато мне подсказывают, что не в первый раз. В это время моя подруга в Питере купила квартиру и сказала, что может сдать у нее дома бесплатно. Я купила билет в Питер. Думала, пройду субседование на ассистента и поеду. А там решу. Мне совсем понятно, где субседование, куда поедете. Тут вы уже немножко путаетесь. Что решить? В итоге собеседование затянулось. Я улетела под воздействием мамы. Взяли другого человека. Вот что значит под воздействием мамы. Это была работа моей мечты. Все обратилось над временем. Для меня мне так приятно было общаться с человеком. Компания мечты мирового уровня. Ну, опять же, что здесь для вас важно? Это был подарок судьбы. Здесь вы перекладываете ответственность. Понимаете? То есть вы создаете впечатление первоначально человека ответственного, но чуть глубже. И выясняется, что ответственность она где-то во вне вас. Я больше не хочу жить. Вообще больше ничего не хочу. Я полагаю, что вы не особо чего хотели раньше. У вас была цель. Когда эта цель оказалась недостижимой, мгновенно потерялся смысл жизни. Так бывает, когда его особей нет. Потому что, если у человека есть смысл жизни, он достаточно многолик. Достаточно многосторонний для того, чтобы проявлять его не только в чем-то одном. В вашем же случае здесь чувствуется явная ограниченность. Что, опять же, не совсем состыковывается, например, с тем, что вы о себе пишите изначально. Изначально. То есть, у вас есть довольно четкий, я бы даже сказал, жесткий образ себя. А вот какая вы настоящая. Большой вопрос. Об этом вы говорите лишь косвенно. И явно здесь чувствуется невнимательность. Невнимательность, конечно же, в первую очередь, к себе самой. Дальше. Пью антидепрессанты, они не помогают. Кто вам назначил антидепрессанты и как именно они должны помочь. Вернулась в Саратов пока что 2 месяца, думаю о том, почему я не смогла сказать маме, что никуда не поеду. Ну, здесь, по моим ощущениям, вы не видите больше ни в чем интересного. С вами интересно думать о том, почему вы не осказали маме, вместо того, чтобы заниматься, ну, своим, как бы, делом, да. Заниматься тем, что вам интересно. Вот такое у меня. Такое у меня ощущение. Такие у меня ощущения. Так я это вижу, по крайней мере. Так мне это, так мне кажется. Понимаете, понимаете, надеюсь, о чем я, о чем я говорю. Да? То есть, вам интересно думать про свою маму и некоторый конфликт с ней, нежели чем думать про то, ну, например, куда вам дальше двигаться. Это неспроста. Двигаться никуда особо вы дальше не хотите сейчас. Вы пишите об этом сами. Но подумать о том, каким образом это стало для вас возможно. Задать себе такой вопрос, подумать в таком направлении, как будто бы вам достаточно трудно. И мне кажется, это важный момент. И одновременный ключик к движению к некому прогрессу. К движению к некоторым изменениям. В том числе изменениям себя, конечно. Вот. Вопрос в том, хотите ли вы этого. Вот это то, что остается загадкой. Какой помощи вы хотите? Как вы эту помощь хотите получить? Это точно остается загадкой. Понимаете? Да. Можно, конечно. Можно. Можно, конечно. Можно. Габет. И габет можно много, долго, но имеет ли смысл? на мой взгляд нет. То, с чем вы столкнулись, смело можно назвать кризисом. Это кризис, то, с чем вы столкнулись. И из кризиса, как правило, сам человек выйти не может, потому что он находится в области привычных моделей мышления, привычных моделей поведения, привычных моделей построения отношений с людьми. И не видит для себя, как правило, вариантов. Я думаю, что в некоторой степени ваше мышление, оно догматично в какой-то степени. Оно догматично, вы производите впечатление человека упрямого, вы производите впечатление человек, который готов отстаивать свою позицию, отстаивать свою точку зрения. Я бы не стал говорить, что однозначно это плохо. Но я бы хотел сказать, что вам это, на мой взгляд, скорее вредит, чем помогает. И, соответственно, в психотерапевтическом процессе. Это может вылиться в механизм защиты. В попытке сохранить некоторый статус-кво. Что, конечно же, происходит из страха, как правило. Но, тем не менее, будет мешать вам продвигаться. Поэтому я бы рекомендовал, если вы решите заняться психотерапией, быть готовы к сопротивлению. И, в первую очередь, обращать внимание на него. На сопротивление. На свое сопротивление. Что это за сопротивление? Что это за чувство? Как оно у вас появляется? И так далее. Человек склонен к компенсации, если вы поддаёте своё действие у своей мамы, то сверх сильно, сверх агрессивно. Не в привычном значении этого слова. Будете реагировать на что-то другое. Что-то, что вам покажется похожим. Хоть и таковым являться не будет. Это очень важный момент. Поэтому я надеюсь, что он дал вам пиши для размышлений. Надеюсь, что это было полезно вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам нажать работу над собой. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И буду надеяться, что вы всё-таки решитесь на психотерапию. Чтобы всё-таки решитесь на то, чтобы заняться ею. Я имею ввиду психотерапией. Вот. И изменить наконец-таки свою жизнь к лучшему. К лучшему. Вот. Правда, сделать так, чтобы все были довольны, у вас, скорее всего, не получится. Потому что все довольны быть не могут. Ведь вам, конечно же, придётся выбирать. И когда вы столкнётесь с необходимостью выбора, скорее всего, вы столкнётесь с тем, чтобы как-то вот негативно себя показать своей маме. Вот. И вот тут-то и будет один из переломных моментов. Правда, необходимо, на мой взгляд, учитывать, что это один, но не единственный момент, с которым вы можете столкнуться. На мой взгляд, таких моментов больше, на мой взгляд, таких моментов у вас сильно больше, но пока можно говорить только про некоторые из них. Про часть их. Удачи вам. Всего самого доброго. Пока-пока. Пока-пока.